друзья вы на канале есть поесть и сегодня предлагаю рецепт постного теста оно невероятно нежное и воздушное поэтому думаю этот рецепт пригодится вам не только в пост ну и заодно предложу пару интересных начинок для пирожков если еще так не делали обязательно попробуйте а список ингредиентов как обычно открывайте под описанием под видео свежие дрожжи раскрошу в миску добавлю сахар и несколько столовых ложек муки от общего количества отмечу что я делаю двойную порцию теста если вам надо меньше берите все пополам добавляю теплой воды половину от общего количества хорошенько размешиваю затем накрою и оставлю в теплом месте для подъема минут на 25 после того как опара будет готова добавляю соль растительное масло вторую часть воды и хорошенько размешиваю в несколько этапов добавлю муку и каждый раз буду размешивать сначала ложкой насколько это возможно а затем руками при необходимости контролируйте добавление муки возможно вам понадобится другое количество самое главное ее не переложить чтобы тесто в итоге оказалось нежным и воздушным миску обильно смазала растительным маслом обваляю в нем тесто накрою и оставлю в теплом месте часа на полтора тем временем приготовлю очень вкусную начинку беру красную чечевицу хорошенько ее промою залью водой и сварю до готовности варится она довольно быстро примерно минут двадцать если на ваш взгляд масса получилась жидковатой ее можно загустить добавив панировочные сухари кладу сюда же соль специи по вкусу и обжаренные на растительном масле лук с морковью для второй сладкой начинки половину апельсина прямо с кожей измельчаю можно взять лимон и добавляю к тертой на крупной терке тыкве или моркови кладу корицу ванильный сахар и сахар по вкусу это уже на ваше усмотрение отправляю на огонь и тушу помешивая до готовности при необходимости можно добавить немного воды тем временем тесто готово выкладываю его на стол подпыленный мукой и немного обминаю делю тесто пополам половину оставляю в миске в теплом месте а вторую половину делю на кусочки и из них формирую шарики для удобства из каждого шарика раскатываю лепешку кладу побольше начинки и защипываю начинка должна быть остывшей можно сразу распределить всю начинку по лепешкам и тогда уже лепить пирожки пирожки прямо на столе накрою пленкой и дам немного постоять точно так же поступаю со второй половиной теста выкладываю морковную начинку и залепляю пирожки оставляя в центре небольшое отверстие для выхода пара так как их я буду запекать в духовке можно защипать веревочкой выкладываю пирожки на противень накрываю пленкой и также даю постоять затем отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 25 пирожки с чечевицей я выкладываю на сковороду с разогретым растительным маслом обжариваю под крышкой с одной стороны на умеренном огне переворачиваю и довожу до готовности также под крышкой с другой стороны а вы можете жарить свои пирожки так как привыкли в желаемом количестве масла ну вот пирожки готовы пышные мягкие очень вкусные напоминают пирожки с картошкой все как я люблю много начинки мало теста опеченные пирожки я посыпаю сахарной пудрой посмотрите это тесто отлично подходит и для жарки и для запекания в духовке пирожки получаются не менее воздушными и пушистыми друзья не забудьте сохранить рецепт поставив лайк пишите комментарии и подписывайтесь на канал а я желаю всем приятного аппетита удачных экспериментов на кухне увидимся в следующих видео